Наш дом, он оказался как бы здесь, в самом центре города, но в капкане всех этих строительных площадок. Вы знаете, такое мнение, что нас просто выдавливают. Ребята, не нравится жить? Чемоданы, езжайте. Купили квартиру почему? Центр города. Вся жизнь проводится здесь. Транспортные потоки, общественная жизнь, все здесь. Когда мы зашли на осмотр квартиры, она у нас находится на верхнем этаже, мы из окон своей квартиры могли видеть фонтанную площадь. Весь вид, красивый, который был из окон, он был полностью утрачен из-за того, что нарастили два этажа. Вот маленькие окошки, это была уже крыша. А все, что потом, это уже надстраивалось. Как мы могли с этим делом бороться, если у здания есть собственник? Это воля изъявления собственника. Если он получил разрешение на надстройку этих двух этажей, ну, значит, были какие-то законные основания. Мы в квартире поставили стеклянные витражи, и мы полностью себя оградили от внешнего мира, чтобы не видеть, что это дело. Вот еще здесь одно здание стоит. Наверное, где-то около 20 лет оно строилось. Оно проектировалось сначала как двух-трех, потом почему-то оно как бы пятиэтажное стало. Ну, аппетит приходит во время еды, я так понимаю. Когда проектировалось это здание, нам почему-то говорили, что, ребята, у вас не будет проблем с заездом к вашему дому. У вас здесь будет стоять ворота, у вас здесь будет стоять шлагбаум, у вас будут ключи, и вы можете спокойно через этот бизнес-центр проезжать в своем доме. Вот это я слышал. Ну, вот он, по факту, здесь глухой забор теперь стоит. И с улицы Кирова мы лишены подъезда. На квартирному жилому дому должно быть два альтернативных проезда. У нас он один остался. У нас очень большая проблема подъехать вообще к дому. Не дай бог будут какие-то чрезвычайные ситуации, пожар, скорая. Я думаю, что будут очень большие проблемы. У нас же две машины должны спокойно разъезжаться. Если у нас машина едет одна с одной стороны, то вторая уже никуда не может. Ну, вы нас выпустите, потом разгружайтесь. Ну, что, должны стоять, вас ждать. Я вперед, там не проеду. И закон нашего областного правительства, все эти проблемы прекрасно видно. Вот оно, наши любимые, наши правительства, наши новогодние елки. Мы столько уже раз обращались обратить внимание на этот квартал. Ну, не получается. Наверное, все-таки общественность, власть, средства массовой информации, вот должны объединиться и навести порядок, поставить здесь какую-то точку законную. Субтитры создавал DimaTorzok